49-я сессия Краевого Заксобрания это награждение дискуссии по инициативам спорным, скучные выступления о единодушно одобряемых законах и кролики по порядку. Сессия объявляется открытой. Начали депутаты с пивных. Единогласно утвердили закон о розничной продаже алкоголя. Когда ночью в многоквартирных домах продают спиртное, жильцам покой неведом. Потому депутаты будут ограничивать время работы и площади торговых точек. Под закон подпадает 186 объектов, реализующих алкоголь. Мы устанавливаем норму не менее 30 квадратных метров для таких помещений. Что в принципе на первом этапе даст возможность данные правоотношения привести в порядок. От пивных точек депутаты перешли к учителям. Закон о статусе педработника в Алтайском крае в первом чтении принят, чтобы по словам законодателей повысить значимость и престиж профессии. Защищенность педагогов, собрать в одном документе все вопросы о поощрениях и выплатах педработникам. Но самую острую дискуссию вызвала статья о том, что новоиспеченные педагоги, вступая на службу, должны в торжественной обстановке принести клятву. Сегодня мы понимаем, что молодые педагоги нуждаются в таком публичном признании этого своего шага. Поэтому данный момент, считаем, направлен именно на формирование такой традиции вливания педагога в коллектив. Я, пользуясь связями в учительском сообществе, попросил их дать комментарий к этому закону. Одна педагога написала очень точно, и я предлагаю задуматься над этим. Она спросила, а у депутатов, которые придумывают для нас клятву, есть своя клятва? У нас с вами ответственность тоже большая, и почему мы собственным примером тогда не показываем необходимость клятся? Коллеги, давайте не будем лукавить. Есть у нас депутат Мордовин, который отсидел в Барнаульской городской думе за заработную плату один созыв. Теперь в этом созыве отсидел здесь за заработную плату. Сегодня мы ему грамоту вручили. Его заработная плата в 8 раз выше, чем средняя заработная плата учителя в Алтайском крае. О каком авторитете педагога вы говорите, вот вводя такие меры? Я думаю, что надо именно заработной платой поднимать авторитет основных профессий в обществе. От учителей к сиротам. В первом чтении депутаты ввели для них жилищные сертификаты в дополнение к праву на живую квартиру. Так очередь должна продвигаться быстрее, а очередники смогут сами выбирать себе жилплощадь для покупки. Депутаты заметили, инициативу нужно будет дорабатывать. Нужно в скорейшее время решать те вопросы, которые дети-сироты сейчас задают. А вопросов действительно много. Это и возможности зачесть собственные деньги для приобретения жилья, и материнский капитал, и какие-то вопросы, связанные с ограничением от злоупотреблений, которые могут возникнуть при реализации этого сертификата. Говорили и о том, что изменения в законе недостаточно, а сейчас в очереди 6 тысяч детей-сирот. Дать каждому сертификат на миллион уже сейчас не получится. 6 миллиардов у края нет. Нам федеральные полномочия передали, деньги передать на их исполнение забыли. Если у нас с вами не будет на федеральном уровне никаких решений, то, к сожалению, по крайней мере, бюджет Алтайского края точно не в состоянии в ближайшее время справиться с решением данной задачи, как бы нам всем этого не хотелось. Запомнится эта сессия и традиционными подарками от депутатов детям малоимущих семей. В этом году это в силу понятных причин в основном дети-врачей. Самый необычный подарок – живой кролик. Его подарили семилетнему мальчику. Такое у него было новогоднее желание. Законотворцы услышали. Желание ребенка, конечно, для нас закон. Андрей Дреер, Николай Шилко. День с толком.